МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время криминальных новостей. Программа Зона Икс. Мы подводим итоги недели в студии Александр Смирнов. Обсуждаем самые громкие события как в стране, так и за рубежом. Смотрим на них под другим углом, поднимаем острые социальные вопросы. И вот основные темы выпуска. Последний урок учителя из Черикова. Года, который нам дадут, за которым мы можем справиться и вступить на нормальный жизненный путь. Завершено судебное разбирательство о жестоком убийстве. Над жертвой издевались всю ночь и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Почему это произошло? Потому что они в жизни ничего не получали. Короткая история жизни двух братьев, старшему из которых всего 21 год. Загадочная гибель семьи поставила в тупик следствие в Испании. Следователи вызвали специальное подразделение подводной разведки, базирующееся в Малаге. Отец и двое детей утонули в бассейне отеля. Почему помощь не пришла вовремя? Я бы сказал, что для того, чтобы сразу трех человек водоворот унес на дно бассейна, должны быть серьезные неполадки в фильтронасосе. Трагическая случайность или системная ошибка сервиса курортной отрасли. Доехать быстро и безопасно – главная мечта любого пассажира. Мне сейчас нужно на автобусе, я опаздываю. Уже опоздал. Как междугородние перевозки превращаются в лотерею и где купить счастливый билет? Купить даже тот же билет, первое, что откроется, это нерегулярщики. Легальные перевозчики против бомбил. И как не сесть на хвост к левому таксисту? Дело об убийстве учителя в Черикове подошло к финалу. С момента трагедии прошло ровно 9 месяцев. Сейчас закончено разбирательство в суде. Гособвинитель запросил у Фемиды высшую меру наказания для обвиняемых. Напомню, к жестокой расправе, по мнению следствия, приложили руку два местных жителя. Они родные братья. На момент преступления одному было 18, другому 20 лет. 10 апреля прошлого года спасатели после пожара обнаружили обгоревшее тело хозяйки частного дома. Позже эксперты на теле жертвы насчитали многочисленные повреждения. Из них более сотни – ножевые ранения. Эксперты выяснили, что фигуранты намеренно совершили поджог с одной целью – скрыть следы страшного преступления. Истязания над женщиной продолжались всю ночь. Что же послужило мотивом дикого поступка и какой урок нужно из этого вынести – большой репортаж из Черикова в материале Владимира Королева. Зал суда Чериковского района сегодня впервые не смог вместить всех, кто пришел выслушать приговор Фемиды. Такое преступление для небольшого городка, где многие знают друг друга, стало настоящим шоком. На момент совершения преступления двум братьям было 18 и 20 лет. Незадолго до вынесения приговора один из них, Илья, ответил на вопросы журналистов. Разумный адекватный приговор в вашем понимании – это что? Ну, срок, цифру, года, который нам дадут, за которым мы можем сроки справиться и вступить на нормальный жизненный путь. Рассматриваете вариант крайнего срока? Рассматриваем, крайний. Апелляцию подавать будете? Посмотрим, по возможности. За время, пока шло следствие, оба брата стали взрослее на год. Выслушать приговор пришли как родная сестра мальчишек, которую они защищали как могли, Так и родственники убитой Натальи. Суд приговорил парней к исключительной мере наказания – смертной казни. Мать погибшей учительницы считает, такое решение оправдано. Они сожалеют об одном, что ее не утопили и подожгли дом, что не сгорел дом. Они больше ни о чем не сожалеют. Ни о чем. Им нет места на земле. Нету. Они убили мою дочь. Они убили моего ребенка. Я согласна. Таким нет места на земле. Это улица Гагарина на окраине 8-тысячного райцентра. Именно здесь ровно 9 месяцев назад и произошла страшная трагедия. Дом, где случился пожар, как мы видим, уже восстанавливается. Примечательно то, что жилище самих подсудимых находится в 50 метрах отсюда. Но по этическим причинам этот дом мы показывать не будем. О возгорании спасателям ранним утром сообщили соседи. Многие на улице знали. 47-летняя учительница-дефектолог была одна. Муж работал в Москве, сын учился в Минске. Практически сразу у экспертов отпала версия о несчастном случае. В ходе осмотра частного дома был обнаружен труп женщины 71-го года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Могилевского госполкома и сотрудниками Черковского МИРУВД в ходе проведения первоначальных операционных мероприятий по горячим следам были установлены преступники. Несколько часов оперативникам понадобилось, чтобы задержать подозреваемых. Во время допросов следователям открылась страшная картина. Погибшая учительница обратилась в социально-педагогический центр, заявив, что сестра задержанных ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ее четверо детей находятся без присмотра. Из-за этого семью поставили на профилактический учет, как находящуюся в социально опасном положении. Братья решили отомстить за сестру. Из материала вследствие известно. В роковую ночь парни выпивали, а после вместе пошли на разборки. Наталья сама открыла им дверь. Сперва было избиение, а затем в ход пошел нож. Эксперты на теле насчитали почти 140 ранений. Смерть наступила от геморрагического шока. Он происходит в результате массивной кровопотери. Позже нападавшие вынесли из дома продукты и компьютер. Его следователи найдут в доме у братьев. Во время суда на последнем слове один из них признается. Шли не убивать, а только поговорить. Но что-то пошло не так. Может, водка подействовала. Она очень хорошая учительница была. Ей все хвалили. И родители хвалили. По версии следствия, чтобы скрыть следы своего зверства, они и подожгли дом. Нож выбросили в реку. Позже его обнаружили водолазы. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе из-за убийства, совершенное с особой жестокостью. В ходе премия сторон на суде государственный обвинитель запросила для фигурантов исключительную меру наказания. Почему это произошло? Потому что они в жизни ничего не получали. Их никто не воспитывал. Их никто не учил. Мать алкоголик. Мать от них отказалась. Они были брошены. Пока приговор не вступил в законную силу, фигуранты могут просить о помиловании. Владимир Королев, Андрей Гордобоев. Зона Икс. Итоги недели. Это программа Зона Икс. Мы подводим итоги недели. Продолжим через несколько минут. Далее реклама на канале. В эфире программа Зона Икс. Мы подводим итоги недели. Далее международный блок новостей. Жуткая трагедия шокировала всю Испанию, а следователей поставила в тупик. Семья, а это отец и двое его детей, утонули в бассейне. Трагедия произошла в одном из отелей Малагии накануне Рождества. Мать семьи утверждает, что и муж, и дети прекрасно плавали. Женщина убеждена, что без каких-либо внешних причин эта трагедия просто не могла произойти. 52-летний пастор Габриэль Дайя, а также его 9-летняя дочка и 16-летний сын погибли на курорте Коста-дель-Соль. Семья проводила на юге Испании рождественские каникулы. Самое печальное, что мать детей во время трагедии находилась в номере. В этот злополучный момент она оставалась с младшей дочкой. Александр Пинчук знает, какой версии на текущий момент придерживается полиция. Гости комплекса Клапла Коста-Уэлд на курорте Коста-дель-Соль в Малаге могут пользоваться рядом плавательных бассейнов разного размера и глубины. Испанская полиция расследует сейчас версию о том, что у 9-летней дочери пастора Комфорт прямо в воде неожиданно возникли проблемы. Ее старший брат вместе с отцом попытались спасти девочку. Высказываются и другие предположения. В частности, о том, что в бассейне сработал насос. Полиция утверждает, что водолазам удалось найти в трубе насоса плавательную шапочку. Она принадлежала погибшей девочке. Однако следователи утверждают, что никаких неисправностей в бассейне, где произошла эта трагедия, обнаружено не было. Я бы сказал, что для того, чтобы сразу трех человек водоворот унес на дно бассейна, должны быть серьезные неполадки в фильтронасосе. Как эксперт, я смело могу утверждать, что для этого диаметр трубок насоса должен быть достаточно большим. Такая поломка, теоретически, могла привести к гибели одного человека. Но не трех сразу. Работники курорта в какой-то момент услышали крики. Им удалось достаточно быстро вытащить из воды всех людей. После чего они, согласно инструкции, смогли оказать пострадавшим элементарную первичную реанимационную помощь. В это время в отель приехали врачи-скорые. Они на протяжении 30 минут пытались как-то исправить ситуацию, но так и не смогли вернуть девочку, юношу и мужчину к жизни. По словам представителей гражданской гвардии Испании, размер бассейна комплекса, в котором утонули мужчина и его дети, не предполагал наличие дежурного спасателя. Охранник услышал крики. Он был одним из первых, кто нырнул в бассейн. Чуть позже мои коллеги прибыли на вызов. Они видели охранника в форуме, он оставался в бассейне, но потом с трудом выбрался из воды. Думаю, что он успел замерзнуть, поэтому он был несколько скован в своих движениях. Руководство отеля Club La Costa World выразило свои соболезнования родственникам погибших. Стоит отметить, что в этой же гостинице в феврале прошлого года погибла 9-летняя девочка. Причиной смерти ребенка тогда стала аллергическая реакция на мороженое. Персонал гостиницы сейчас продолжает плотно сотрудничать со следствием. Бассейн же не так давно был снова открыт для всех отдыхающих с согласия полиции. Сотрудники полиции не обнаружили никаких аномалий, которые могли бы указывать на формирование завихрения или всасывающего потока в самом бассейне. Следователи вызвали специальное подразделение подводной разведки, базирующееся в Малаге для осмотра дна плавательного комплекса. И похоже, они тоже ничего необычного не обнаружили. Судя по всему, это был несчастный случай. Адвокат семьи усомнился в том, что расследование по факту гибели туристов провели тщательно и добросовестно. Он считает довольно необычным то, что речь сейчас идет о закрытии дела, и это спустя чуть больше недели после трагедии. Вдова погибшего, как и другие члены семьи Дайя, также отказываются верить в версию о трагической случайности. Они утверждают, что нести всю полноту ответственности за гибель людей должно руководство гостиницы. Очевидно, что гибель трех человек одновременно в бассейне говорит о том, что произошло нечто очень странное. Это событие, которое должно быть изучено. Очевидно, что семья не удовлетворена тем объяснением, что это простая случайность. Должны быть и другие причины произошедшего. Испанская полиция заявляет, что на основании собранных данных дело может быть закрыто. Мои клиенты хотят знать, в чем причина, почему это произошло, почему около бассейна не дежурили спасатели, что могло бы предотвратить трагедию. Некоторые свидетели, на глазах которых разворачивалась эта трагическая сцена, не были опрошены полицией. А первыми на место происшествия прибыли три уборщика, которые не умели плавать. Семья не удовлетворена заключением о несчастном случае. И мы не исключаем возможности проведения независимого расследования, чтобы выявить, что произошло на самом деле. Владельцы курорта называют произошедшее трагической случайностью. Семья пастора планирует нанять специалистов, которые проведут независимую оценку работы бассейна и всех его механизмов. Александра Пинчук, Зона Икс, итоги недели. Везет или не везет. Тема номер один для тех, кто периодически путешествует из города в город, предпочитая быстрый и недорогой сервис. Маршрутное такси очень популярно в Беларуси отсюда и рождается конфликтная ситуация. Пассажиры ее не видят, но не по своей воле могут оказаться в центре событий. С одной стороны работают так называемые операторы, которые определяют, какой именно перевозчик будет закрывать то или иное направление. С другой стороны, те, кого не устраивает такой расклад. В итоге целым фирмам приходится уходить в подполье, то есть под видом нерегулярных перевозок осуществлять регулярные рейсы. Более того, нездоровую конкуренцию подогревают и так называемые бомбилы. На добитых микроавтобусах эти люди из-под носа добросовестных перевозчиков уводят клиентов. Выявлять и наказывать таких нелегалов работа транспортной инспекции. Вместе с ними наша съемочная группа буквально села на хвост нарушителям, где начинается маршрут честных перевозчиков и куда уводит кривая дорога. Журналистское расследование Юрия Шевчука. Диспетчерская станция дружная. Помимо автобусов и троллейбусов здесь ежедневно останавливаются десятки маршрутных такси. Причем как официальных, так и неофициальных. Один из самых больших плюсов этого места для так называемых нелегалов это то, что им не надо платить за въезд и стоянку. Приехали, выгрузили пассажиров и уехали. Кстати, именно это привело к тому, что здесь в этом месте очень часто случаются транспортные коллапсы. В непрерывном потоке маршруток здесь сразу и не разберешься, кто официальный перевозчик, а кто нелегал. Поэтому сотрудник транспортной инспекции Владимир Мартиневский после нескольких случайных проверок отправляется на место, где чаще всего паркуются нелегальные перевозчики. Внимание опытного инспектора привлекает красный микроавтобус, из которого выходят пассажиры. После нашего пристального внимания водитель стал более сговорчивый. Как выяснилось, он действительно привез пассажиров из Молодечна. Причем без необходимой для этого карточки маршрута. Сегодня именно наличие этого документа и отличает легальных перевозчиков от тех, кто только создает видимость официальной работы. Налицо то, что мы, как говорится, и говорим о нелегальных, нерегулярных перевозках. То есть, так или иначе, это регулярные перевозки, завуалированные под нерегулярные, которые пытаются скрыть водители, значит, или перевозчики. Перед тем, как продолжить наше журналистское расследование, проведем маленький ликбез о том, чем же отличаются регулярные перевозки от нерегулярных. Итак, два года назад в закон об автомобильном транспорте и перевозках были внесены поправки. С того момента, чтобы возить пассажиров по расписанию, частным перевозчикам нужно было обязательно заключать договоры с операторами и местными властями. Те, кто это сделал, и стали осуществлять регулярные перевозки. Транспортировки свадеб, корпоративов и туристических групп попали под обозначение нерегулярных. Но некоторые маршрутики не согласились. С таким раскладом и под видом нерегулярных стали осуществлять регулярные поездки. Первоначально одна из основных целей закона была не только создать равные условия и доступ на рынок выполнения перевозок пассажиров или на рынок пассажирских услуг, но и условия для честной конкуренции. Но со временем что-то пошло не так. Некоторых перевозчиков не устраивал выбор операторов. Обосновывают они это тем, что пока одни получают все, другие остаются ни с чем. А ведь многотысячные инвестиции в бизнес в виде приобретения дорогостоящих авто нужно как-то окупать. В итоге десяткам перевозчиков пришлось уйти, что называется, в подполье. Перевозчиков лишили альтернативы выбирать, с кем работать. Проблема в том, что операторы не имеют на сегодняшний день ни технологической, ни экономической, ни материальной базы для того, чтобы обеспечить тот спрос со стороны представителей транспортных услуг, то бишь перевозчиков, и дать им работу, выдав карточки маршрута. Ну как ни крути, закон суров, но это закон. Сегодня работа таких перевозчиков с точки зрения транспортной инспекции трактуется как притворная деятельность. То есть под видом нерегулярных перевозок осуществляется как раз таки регулярные. Это в свою очередь не что иное, как незаконная предпринимательская деятельность, то есть административное правонарушение. Те пассажиропотоки, которые образовались на постоянной основе, они могут перевозиться только путем регулярных перевозок пассажиров. Нерегулярный перевозчик, он в любой момент может отказаться от перевозки и осуществлять ее по своему усмотрению. Если произошло падение пассажиропотока, и сегодня пассажиров немного, обязанностей по их перевозке, нерегулярной перевозки у перевозчика нет. Так сложилось, что наибольший контроль за так называемыми нерегулярно-регулярными перевозчиками проходит в Брестской области. Местная транспортная инспекция держит на карандаше все провинившиеся фирмы. Периодически нарушителей задерживают и дают их действиям правовую оценку. Вместе с транспортной инспекцией мы посетили Брестский автовокзал. Нелегальных маршручков мы не увидели, поскольку все они базируются в нескольких сотнях метрах отсюда. И так уж вышло, что это сыграло с вокзалом злую шутку. Они могут прямо приставать к пассажирам, за руку их дергают и говорят, что давайте сдавайте билеты и приобретайте на наши автобусы. Дешевле? Да, дешевле. Начальник автовокзала Николай Радю говорит, что сегодня в путь с нелегалами отправляется каждый пятый пассажир. Но учитывая тот фактор, что в Бресте за работой перевозчиков следят очень строго, по стране эта цифра может быть еще больше. Заключены договора, это 82 перевозчика. Они в разных направлениях у нас работают. В процентном соотношении нелегалы, наверное, занимают процентов 20. Чтобы проверить это, отправляемся в Барановичи, поскольку сие направление весьма востребовано. Маршрутки в Минске обратно отправляются каждые полчаса, причем сразу по несколько машин. В этом мы убедились возле ЖД вокзала. Откуда отъезжают и так называемые нелегалы. Далее вместе с транспортной инспекцией отправляемся на поиски таких перевозчиков. Вы сразу выезжаете на трассу, мы останавливаем транспортное средство и проводим контрольное мероприятие. Сесть на хвост предполагаемому нарушителю нам удалось лишь с третьей попытки. Первый почуял что-то неладное и в последний момент отменил поездку. Второй и вовсе спрятавшись. За соседний микроавтобус проскочил мимо инспекторов. И вот на трассе М1 появляется маршрутка, принадлежащая фирме, которая хорошо известна транспортникам. У этого перевозчика уже давно нет карты маршрута, но это ему не мешает возить пассажиров из Минска в Барановичи в обоих направлениях. Сигнал об остановке и предполагаемые нарушители останавливаются. Как и предполагали сотрудники транспортной инспекции, под видом нерегулярной перевозки маршрутка осуществляла «регулярный рейс». На таком нарушении эта фирма уже попадается не в первый раз, за что и находится на особом контроле у транспортников. В отношении данного транспортного средства перевозчика, владельца данного транспортного средства, имеется заявление, в котором указано, что под видом регулярного не является. Пока сотрудники транспортной инспекции оформляли протокол и опрашивали свидетелей, чтобы расставить все точки над «и», мы попытались пообщаться с водителем маршрутки и разобраться, кого же он все-таки перевозит, свадьбу, туристов или просто пассажиров. Но диалог не задался. Это организованная группа у вас или нет? Или просто пассажиры? Нет. То есть не хотите ничего пояснить, да? Комментариев нет. Чем закончилась эта история, мы еще расскажем. А сейчас о том, как же все-таки возможно найти компромисс между всеми сторонами вопроса. Ведь каждый преследует свои конкретные цели. Например, Олег Лубник в бизнесе пассажирских перевозок работает уже 7 лет. Карта маршрута у него есть. Вот только из-за высокой конкуренции со стороны нерегулярных перевозчиков пассажиров становится все меньше. Понятно, что эта сторона медали отобразит интересы перевозчиков, получивших добро со стороны оператора. Не можем ничего поделать, потому что мы идем согласно расписанию. Мы не можем ни изменить, ни раньше проехать, ни позже. Они могут ездить, как хотят. Ну и в интернете, я так понимаю. Легче, да. Вот взять, купить даже тот же билет, первое, что откроется. Это нерегулярщики. Так и есть. Благодаря качественному продвижению своих услуг в интернете, потенциальные пассажиры все чаще покупают билеты у тех перевозчиков, чьи сайты в первую очередь находят поисковик. Подтверждают это и в транспортной инспекции, обращая внимание на то, что сегодня конкурировать с такой агрессивной рекламой порой очень сложно. Воскакивает интернет-ресурс, с использованием которого при проведении наших мероприятий мы выявляли факты незаконной предпринимательской деятельности, причем систематически. Так а что же остается тем, кто сегодня оказался под определением транспортников как незаконная предпринимательская деятельность? Ведь если разобраться, это такие же перевозчики. У многих качественные автомобили и даже свои диспетчеры. Разница лишь в том, что они не получили у оператора карту маршрута. Хотя некоторые, по заверению председателя Белорусской ассоциации транспортных перевозчиков, и не против были бы перейти из нерегуляров в регуляры. Но оказывается, сделать это не так уж и просто. Ребята, почему у вас перевозчики не получили карточки маршрута? Почему вы на протяжении двух лет одному и тому же перевозчику вы даете каждых три месяца карточку маршрута? Хорошо, дайте ему на три месяца, дайте потом другому на три месяца, дайте четвертому, пятому, десятому. Это хотя бы как минимум будет выглядеть правильно, прозрачно. Это честно в конце концов. А вот для того, чтобы определить доработки к закону, стоит провести круглый стол с участием всех заинтересованных сторон. Что-то подобное накануне пыталась организовать транспортная инспекция Бреста. Но их оппоненты в лице нерегулярных перевозчиков на встречу не приехали. Не секрет, что среди нововведений противоборствующие стороны хотят видеть свой апгрейд. Одни хотят наделить транспортников допполномочиями, чтобы они выжили из рынка нерегулярщиков. Другие хотят, чтобы им просто разрешили работать. Неважно. Либо выдать лицензии всем желающим, либо узаконить работу по договору. Так или иначе, ясно одно, что в этой сфере пора наводить порядок. В этой связи стоит обратить дополнительное внимание и на работу операторов. Ведь конкуренция должна быть чистой и прозрачной, а в приоритет поставлены интересы не только перевозчиков, но и пассажиров. Мне сейчас нужно на автобус, и я опаздываю. Уже опоздал. А это итог, который имеем сегодня. Из-за проверки перевозчика под Барановичами, о которой мы рассказывали раньше, Дмитрий опоздал на следующий рейс. Парень не знал, что он отправляется в путь с нелегалом. Да и мало кто из нас интересуется этим перед тем, как заказать маршрутку. Все, что нужно рядовому пассажиру, это комфорт, оперативность и хорошая цена. С учетом этого фактора понятно, что полностью выжить с рынка нерегулярщиков сегодня вряд ли удастся. Тем более, что многие из них и правда соответствуют заявленным требованиям пассажиров. Что же касается задержанного нелегала, то в будущем его компании за очередное нарушение предстоит выплатить внушительный штраф до 13,5 тысяч рублей. А вот остановит ли это их в дальнейшем – большой вопрос. Ведь сегодня пассажирские перевозки – сверхдоходный бизнес, поэтому уходить из него без боя уж точно никто не станет. Юрий Шевчук, Александр Горбачев, Александр Берецкий. Зона Х. Итоги недели. На этом пока все. Это была итоговая программа «Зона Х». Смотрите нас на сайте, ищите в социальных сетях. Увидимся в начале трудовой недели и пусть выходные обойдутся без серьезных происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова